Так формируется психологическая травма. Если простым языком, то травма формируется тогда, когда внешние факторы и события в жизни человека становятся настолько сильными, что превышают его адаптивные возможности. Результатом психологической травмы являются депрессивные и тревожные состояния. Травмы бывают острые, шоковые и хронические. Острые и шоковые обычно кратковременные и спонтанные. А вот хронические травмы обычно затяжные и долговременные. Это постоянно воздействие на психику человека и постоянно давление на него. Такое наблюдается при неудачном браке, неблагополучной семье или, например, шантаже. Ну или, например, бессилие перед обстоятельствами и понимание, что ты абсолютно беспомощный. Невозможно сконтролировать ситуацию и направить ее в правильное русло. При таких травмах обычный, уравновешенный человек становится вечно нервным, ранимым и очень уязвимым. Приведу примеры травм. Потеря близкого человека, и здесь, кстати, может быть не только смерть, но и просто любая другая потеря, например, расставание. Человек становится замкнутым и недоверчивым. Постоянно ищет во всех людях подвох и с осторожностью относится к новым знакомствам. Но не стоит забывать, что каждый человек на разные события реагирует по-разному. Что вы думаете по этому поводу и расскажите о своих травмах? Мне будет очень интересно прийти в комментариях.